всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня мы с мочком видим магазин лента может не только магазин лента посмотрим сейчас вот он у меня на каникулах сейчас у всех школьников каникулы вчера мы с ним поругались то что не хочет заниматься нужно тренироваться я конечно понимаю что он уже подустал немножко вот в общем едем и у меня сын увлекся последнее время он делает дома лизуна нашел куча рецептов этого лизуна и пытается его сделать перевел все мои порошки ну не все конечно но в общем да вот и пытался сделать его но у него так ничего не получилось вот он сейчас у меня идет багажник открывать сына сама открыл багажник вот так что лизуна у нас не получился поэтому он решили купить привет привет я уже пакеты положил куда едем магазин что покупать будем ну продукты продукты а лизуна тоже ужасно ужасно так что доедем магазин так вот у нас все завалило снова снегом этим греем машину ужас ужас что приехали линию в ленту мы да вот и лента сынок едем говорить все мы сейчас остановимся ты будешь на камеру комментировать вот так он пойдем вредного ничего не купа газировки в том числе понятно я так хочу и лента вот они они такие классные что да это лизуны это ты не узнать это новая так мне кока-колу облату кому же такую же возьми кока-кола за что деретесь какие-то сюрпризы их можно называть сколько не стоит игрушка лизун 199 рублей ну вот это огроменная эти из пластмассовой нет нет они из глины сделаны а это домик петра птичек точно это кормушка для птичек скворечник смотри вот можно вот такой взять и потом поставить на солнечную батарею он будет работать а вот и гремит птичек но это все дорого стоит здесь не особо кстати ну не все но очень такой у меня помощничек да да а вот из у меня там было написано вот мы и приехали баночка по нам соскучилась девочку нас не было всего два часа вот она соскучилась вот так вот соскучилась ну а часа нас не было вот так вот вот так вот более на так вот всем привет сейчас пошли прощайся петина меня когда спрашивали о том как я таскаю пакеты вот так мы их таскаем ой да и вот то зачем мы ехали ужасно вот это просто ужасная мерзкая штука дома для тебя до 1 кого-то нет и запах от нее кока-колы младшенька мы тоже купили конечно же такая господи ужас у меня настолько противно вот эти штуки это ужас какой-то гадость трещит там так это лопаются пузырей да кого-то ужас да кого-то нет ко мне подвиги а мне показывать только как она прикрепляется или просто вообще про эти тесты я так понимаю не на спросили как прикрепляется на стол но я приготовил и модные не очень часто такой жуткий звук за кадром какой-то паровоз едет я не знаю это вот она храпит то воду пьет лакает вообще так где-то их купила давай начнем с этого я купила их в лера мерлене вообще как говорится вот эти люди кто высывает их называют ципа вот на самом деле это эти тиски называют ципа это между собой ципа потому что они желтенькие а такие только нет нет такие желтые да бывает только это сам но на алиэкспресс они тоже продаются вот но они серенького цвета и мышка называют вот это фирма topx называется и ранее зрение я ее покупала сколько года два там назад где-то меньше тысячи 800 или 900 рублей ну может быть часто вот она вот такие вот обыкновенные самое интересное что когда мама покупала она подошла продавцу и сказала мне нужны тиски для вышивки нет игру не нужны тиски он будет для каких работ игру для вышивки ну было долгое молчание и многозначительный взгляд на клетится они к столу вот они откручиваются как вот такие лампочки вот наподобие да вот эти струбцина называется это вот она вот вот она прикрепляется и вот но я подставила вот такую вот досточку потому что мне надо сейчас в уголке вот этими закрепила вот это и говорила струбцина струбцина это струбцина вот она вот так вот крутится закрепляется например если вы боитесь испортить стол сюда что-нибудь подложить бумажку какую-нибудь тряпочку вот она вот так вот закрепляется вот так можно туда-сюда да немножко на минус только единственное что вот этот вот этот как его называют пазик или вот выемка вот это ее нет вот здесь вот чтобы мне вот так вот видите как высоковато для меня вот а это вот закрепляет вот эти губы как они вот а так вообще вот их используют вот можно например это называют но это кто вышивает это вот не пяльца короче неважно прямо смутили на невозможно все вот возможно вот так вот ее выкреплять она удобно удобно чем вот видите вот чтобы мне вот ее вот губки на меня мне нужно вот какую-то досточку поставлю подставить что вот так или как то вот так вот сесть чтобы вот например большая палка ведь она вот я ее здесь ниже не опускать просто да вот ниже не так вот только можно но вот надо приспосабливаться как как у вас стол стоит ведь она как крепко такая палка вот пяльца вот видите большая вот у меня вообще тут большая вот такая вот вот закрепил и вышивала и вышиваешь она крепко у меня станок был который стоял на одной ножке там с распорочкой но все время собиралась грязь виду вот то что у меня тут вот собака кошки да тоже спрашивали если у него свое место рядом с мамой вот все время вот около него прямо как магнитом собиралась всяком то чистое только около этого станка всегда грязь этот двигать и все и она потом еще трясется вот движется там все это он хорошо он хорош тем станок то что его можно там про о вспомнила рамок называется раму переворачивать чтобы изнанку это самое закрепку нитки делать с изнанки в этом отношении вот этот этого нет это это нужно делать вышивать крепку делать на лице вот у меня вот у меня видите ниточки вот это у меня тут это уголочка счетов вот они вот эти ниточки остались вот они и я их потом буду ну это вот как бы закрепка на лице такой способ микро стежком это зато вот такая вот изнанка получается видите без узелков вот они потом зашивается вот эти вот этими крестиками зашиваются вот раньше я делала на станку нет это тоже я делала вот на станке делала вот этого скота там конечно переворачиваю вот она была вначале ведь этот узелки вот они видите лохматать хвостики тут я делаю на станке его у меня давно шьется года три вот а теперь я вот так вот решила бежать вот это вот такой у меня котик да очень чуть-чуть поэтому я другое да очень вот очень чуть-чуть потому что я поняла что это прогон эти девочки знаю должны знать кто это такой прогон это когда куча не к месту бывают одиночных крестиков которые совершенно не в тему тут вот может быть серая 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 и пару крестиков один крестик красного цвета или это жуть это жуть конечно вот или не знаю сперва я их тут вышивала их это делала потом никак не могла понять потом в интернете узнала что что это такое прогон в общем вот так вот хотя по картинке он должен быть серого цвета но у меня он почему-то видите как прогон это вот картинку положили программу компьютер она выдала вот эти крестики схему а потом художник дизайнер он должен там подрабатывать то есть где-то ну чтобы не было вот этих одиночных к месту не к месту там где сделать бэкстич где еще что-нибудь такое вот понимаете чтобы не было такой вот непонятной мешамины поэтому красивый кот очень красивый кот делал меня тут картинка вот это я купила давно еще были вот такие вот видите я тут вырезала вот он должен быть мы понимаете вот он должен быть какой а у меня он получился красный хотя как наш каспер по задумке да хотя не по жизни они не должны быть такие красного цвета если можно как-нибудь писать в песке где буду жить хотя ведь он должен быть хотя ниточки подбирала я по дмс овский по схеме видите вот по схеме все подбираю ну вот увы 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 поэтому да да поэтому ю и клад такая работа мелкая конва мелкая шестнадцатого правда я хорошо не восемнадцатого сделала конва мелкая и это ну что делать вот теперь сказал разрекаться не буду такое бывает такое вот эти схемы я даже не знаю теперь на оружии нет таких нет бывают такие схемы продают когда чисто вот так вот бумажка чисто вот так вот бумажка продается ты бываешь подбираешь ниточки канву сама как бы подешевле якобы хотя ничего дешевле дешевле не получается потому что не указано количество сколько нужно посмотрим у меня сколько лишнего вставляете вот лишнего это я на покупала а мне мне уже этого не нужно это только надо где так где-то дмс овской от каждой 40 50 рублей стоит пасма кстати сколько это я собирала еще где-то полгода если не год потому что жабы душат сразу вот так вот покупать поэтому я теперь зареклась вот такие видите и написано журнал домашняя коллекция санкт-петербурга вот так вот оптовая продажа в общем теперь зареклась буду покупать именно вот схемы такие вот которые уже фирмы которые знают там пана там золотые ручки золотое руно овены и так далее и так далее и так далее и так далее так что вот эти большие перца можно вот так вот и закрываешь вот так вот ну и говорю только закреплять ниточку только вот с лица если кто умеет вот вот еще вот она и вот она вот такая вот и лампочки только да вот только единственное что вот если нужно вот чтобы губ вот это было вот так вот видите как вот он вот он нагнулся ну еще надо досточку короче вон тут поставить или досточку или вот есть какой-то можно вот на этот угол например а где за эту цепочку ну не у всех же такой стол да то есть понимаете вот этот пальцик в одну сторону было бы вот в эту бы сторону было бы удобно видите то есть его можно вот так вот опа вот так можно но место много занимают вот так можно вот ноги так себя закрепляют вот и все а ты где такую идею взяла где я идею а вообще-то в интернете понятно а что ты думаешь зазрял меня ноутбук вот и все ну ладно хорошо я уже съездила забрала маленького садика вот сейчас будем тут воевать но видео о покупках то что мы купили в ленте я сделала отдельно потому что не все любят смотреть данную рубрику поэтому я ее всегда делаю отдельно так что следующее видео смотрите уже о покупках продуктов их было немного там на 6 с хвостиком ну и на сегодня я буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео не забывайте ставить пальчик вверх для меня это очень-очень приятно всех люблю целую и до новых встреч не забывайте опять